И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Я планировал посвятить данное видео серым схемам, проводимых между Россией и Арменией, а также серых схем, которые были запущены на территории самой Армении, по грабежу армянского народа, по грабежу экономики Армении. Но, просматривая многочисленные статьи, я наткнулся на одну статью, в которой находится, на мой взгляд, крайне опасная для армян информация, для армян в России, в частности. При этом данную информацию вылил на просторы интернета никто иной, как Габриилянов. О чем я говорю, спросите вы? Я говорю о статье, которая вышла на армянском же сайте, на главном сайте Армян России. Давайте прочтемте в начале заголовок. Пашинян запретил применять эскендеры по двум стратегическим объектам Азербайджана. Габриилянов раскрывает детали разговора с главой генштаба ВС Армении. Интересно, начальник генштаба говорит и выкладывает государственные секреты никому иному, как, в общем-то, одному из представителей медиапространства России. То есть он уже совершает преступление, не так ли? Но этого мало. О чем же шел разговор между этими двумя, в кавычках, фигурами? А разговор шел, как я уже заявил, об эскендерах. Ну, давайте с вами сейчас ознакомимся, что же заявил Габриилянову никто иной, как начальник главного штаба армянской армии. Оник Гаспарян. На третий день войны я, как начальник штаба армии, решил применить эскендер. Подождите, а куда он собирался направить эти ракеты? И вот здесь он отвечает. По двум стратегическим объектам. Нефтепроводу Баку-Джейхан и еще одному. Второй он не указывает. Скажите мне, пожалуйста, к чему бы это привело бы в России? Давайте так. Это бы привело уж точно к нарушению межнационального мира, к массовым столкновениям, а также к ненависти направленная на армян среди всех народов, в частности, уж точно юга России. Потому что, как вы знаете, на берегах Каспия находится не только Азербайджан, но и Россия. В частности, как бы отнеслись к загрязнению Каспийского шельфа Дагестан? Думаю, что крайне отрицательно. Кроме этого, как бы к этому бы отнеслись отнеслось такое государство, как Иран? Я не говорю про страны Средней Азии. То есть, начальник генштаба собирался устроить всему армянскому народу уже всемирный геноцид. Как минимум, геноцид на постсоветском пространстве плюс Иран и Турция. Потому что Турция бы ввязалась в войну. Я даже, обратите внимание, вначале не говорил о том, что это бы привело бы к Третьей мировой. Потому что, скажите мне, войска турецкие, которые очень часто прибывают тире находятся на территории Нахчевани, через сколько минут их самолеты бомбили бы Ереван? И вмешалась бы в это Россия или нет? И вот здесь Габриэльянов начинает врать. Пашинян категорически запретил. Хотя русские дали понять, что, мол, ваше дело и ваша война. Кто-нибудь в это верит? То есть Россию было бы все равно, если вмешалась бы Турция? Ересь. Ну, читаем дальше. За три дня до падения Шуши я запросил у Пашиняна разрешение нанести удар двумя эскендерами по огромному скоплению живой силы противника прямо у подножия Шуши. Давайте представим себе, что данный удар был бы нанесен. Понятно, что были бы тысячи жертв. Это понятно. Но скажите мне, я задаюсь опять одним и тем же вопросом, к чему это бы привело, если удар эскендеров был бы зафиксирован, и если от него погибли бы люди? Надеюсь, ответ у всех один и тот же. Турция перешла бы границу. Не так ли? Кроме этого, данный удар бы крайне не понравился бы самому Ирану. Это тоже бы его бы напрягло. Очень сильно бы напрягло. В частности, напрягло бы хотя бы с той точки зрения, что иранские азербайджанцы бы устроили там бы бунт. Не так ли? Яростный и беспощадный. И данная провокационная акцию Иран бы не простил бы Армении. Никогда. А это один из союзников Армении. Вопрос интересный. При этом, что крайне ужасно, что Габриэлянов выходит говоря о разговоре с начальником генштаба, подставляет Россию, говоря, что Россия якобы дала разрешение. Я уже знакомил вас с высказываниями российских военных экспертов, многочисленных, которые говорили, что этого не было и не могло быть. То есть, Габриэлянов и начальник генштаба лжицы. Впрочем, им не привыкать. Не так ли? Надеюсь, после того, что я вам зачитал, вы понимаете, почему я решил уделить внимание данному заявлению Габриэлянова. Это важный момент. Важный момент, чтобы, в частности, Россия поняла, на какие провокации готово идти армянство, чтобы столкнуть Россию и Турцию. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня еще будут несколько роликов. Этот ролик вообще не планировался. Я уже вам сообщал, почему. Я же с вами попрощаюсь до следующих видео на моем канале. Всегда ваш Сеидов Кемран. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok